Нина раскинула на такте ночную сорочку, разделась. — Постой минутку, — сказал за спиной Матвей, и слышно стало, как по бумаге заскользил карандаш широкими конькобежными линиями. — Руку подними. — Вот так? — Нет, кулак. — Вроде замахнулась. — Угу, угу. — Стой. Прошли минута, две, пять. Кожу на плечах и груди усеяли пупырышки. — Мне холодно. Молчание и карандашный шорох. — Матвей, я замерзла. — М? Да, милый, сейчас. Все. Она накинула сорочку и дрожа нырнула под одеяло согреваться. Матвей сидел в кресле и, не поднимая головы, рисовал что-то на листе бумаги, прикнопленном к планшету. — Что ты рисовал сейчас? — спросила она, по-детски выглядывая из-под одеяла. — Да так, нужна мужская спина для композиции. — Мужская? — он хмыкнул. — Ну да, неважно. Мне только движение мускулов. — Мускулов? Лицо у нее стало оскорбленным. — Ты с ума сошел? Какие у меня мускулы? Он засмеялся и не ответил. Нина уже привыкла к этой раздражающей ее манере. Он часто забывал ответить, просто не успевал, погружался в собственные размышления. Так вынырнувший из воды пловец успевает только в воздух углотнуть, а разглядеть, что там на берегу, ему некогда. Вот так он может сидеть бесконечно, иногда отводя голову назад и чуть вбок и смахивая ребром ладони ластиковые крошки с листа. Можно уснуть, проснуться, умереть, наконец. Он, разумеется, поднимет голову и взглянет, но издалека, со дна своего колодца. — А ведь старуха просто любит его, — сказала Нина вслух, чтобы проверить, слышит ее или нет. Несколько мгновений Матвей молчал, потом смахнул с листа резиновые крошки. — Да. — Что да? — вспылила она. — Ты же не слышишь, что я говорю. Он отложил планшет и посмотрел на жену со спокойным удивлением. — Почему не слышу, милый? — Я еще не оглох. — Да. — Анна Борисовна любит Петю. Она смутилась. И от того, что Матвей спокойно включился в этот нелепый разговор, и от того, что он неожиданно понял ее, да понял ли? Нет, я имею в виду, она любит его, как обыкновенная баба, понимаешь? Влюблена. И опять Матвей качнул головой и, вздохнув, сказал, да, что поделаешь. Нина села на постель. Сделанное ее открытие, так неожиданно подтвержденное Матвеем, взволновало ее. — И ты давно это понял? — Давно. Лет шесть назад они разругались вдрызг, и Петя сбежал от нее в мастерскую. Тогда еще они жили в комнате на садовой каретной. Недели три она держалась довольно мужественно, только заморочила нас совсем. Туда ее вези, сюда ее проводи. Потом через кого-то из знакомых узнала, что Петя в очередной раз ушел с фабрики, нуждается, трешки по соседям одолживает. Ну и попросила меня поехать с нею, дать Пете денег. В такси, помнится, она меня замучила, как я должен войти, что сказать и смотреть все время на Петю, что в его лице отразится, и ни в коем случае не проговорится, что деньги от нее. Словом, коридоры мадридского двора. Я, конечно, провалил всю операцию. Нашла, кому поручать. Да, она осталась ждать в такси и так волновалась, на ней просто лица не было. А я увидел Петю, и на меня вдруг такая усталость накатила, такое сожаление. Чем, думаю, я вот в эту минуту занимаюсь? Бог мой, думаю, жизнь так коротка, мне работать нужно, а я в какие-то конспиративные игры влез. Он спросил, от кого сотни, я сказал, от Анны Борисовны. А он? Забегал по мастерской, бледный, губы трясутся, бормочет, я отвечу, ничего, я отвечу, что отвечу, кому отвечу. Еще что-то говорил про унижение. Ей мало его унизить словами, она еще и деньгами. Не взял? Матвей усмехнулся. Взял. Схватил. Пачку пополам перегнул, сунул в задний карман джинсов и ничего, я отвечу, передай, я отвечу. Ну, я повернулся и ушел. В такси Анна Борисовна выслушала меня со съеженным лицом, обозвала болваном. Ну, я не обиделся, видел, что с ней творится. Он-то ее ненавидит, убежденно проговорила Нина, ждет, не дождется, чтобы старуха поскорей на тот свет отправилась. Я думаю, он идейный вдохновитель махинации с опекунством, а иначе, чтобы ему терпеть ее страшный характер. Боюсь, что там не все так обыкновенно, Нина. Оставь, ради бога. История простенькая и далеко не новая. Ты ложиться собираешься? Да, только Косте позвоню. Матвей сложил листы в стопку на угол стола и пошел к телефону. Нина приподнялась на локте и сказала ему в спину. Не звони. А что? Не звони. Он вернулся, сел на постель рядом с Ниной. Ты говорила с Костей. Она натянула на плечо одеяло, словно боясь, что Матвей сгорячо огреет ее. Обидела. Нагрубила. Порвала все, да? Матюша. Елки-палки, проговорил он, удивленно и беспомощно, не глядя на нее. Мы дружили двадцать лет. Она села рывком, заговорила быстро, возбужденно. Какой же это друг, Матвей? Двадцать лет он жил за счет твоего таланта. Ну и что? И у него хватало совести. Послушай. Перебил он так же тихо. Разглядывай ее. Как бывает, смотришь на своего заболевающего ребенка тревожным, ощупывающим взглядом. Почему ты решила, что лучше всех знаешь, как выглядит дружба, любовь, ненависть? Почему? И от того, что в голосе мужа не слышно было ни гнева, ни раздражения, а одно только беспомощное удивление, Нина чувствовала, что не в силах ни возразить ему, ни оправдаться. Матвей унес телефон в прихожую, и долго за прикрытой дверью слышалось его виноватое бормотание. Нина повернулась лицом к стене, натянула одеяло на голову и заплакала. Продолжение следует...